Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 13 по 19 февраля 2023 года. Помогут мне сегодня в этом Таро изменчивые земли, а также Ленорман Мадмуазель. Эти инструменты сегодня будут нам помогать раскрывать события и наряд. Итак, настраиваемся на расклад и будем анализировать. Но сейчас хочу сделать акцент на следующем моменте. Эта колода непростая, внизу 7 арканов, поэтому когда у вас выпадут вдруг в раскладе задвоенные карты, чтобы вас это не пугало, потому что арканы могут быть задвоенные, но нести разную смысловую нагрузку. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Интересные арканы. По картам у вас здесь ложится в первую очередь десятка сосудов. Это пятая масть в этой колоде. Это как квинтэнсенция всех ваших действий. Это эфирное тело. Пятерка жазлов и четверка мечей. Вот здесь это будет, знаете, такой некий накал страстей, чтобы бороться со своим окружением, со своими близкими за ситуацию покоя и восстановления, за распределение семейных обязанностей. То есть кто за что отвечает, чтобы вы не тянули все это на себе. Потому что десятка сосудов – это желание посвятить время себе, чтобы вас никто не дергал, не трогал. И не важно, чем вы будете заниматься – обучением, либо медитацией, или, может быть, просто заниматься каким-то хобби, или поспать, посмотреть какие-то фильмы, восстановиться. Здесь уже эмоциональный у вас такой накал страстей идет. Вы на пределе. Поэтому действительно нужно побороться за то, чтобы вас, знаете, как несколько оставили в покое, позволили вам отдохнуть и восстановиться. И еще по этим картам здесь может присутствовать ситуация, когда все, допустим, наклоны ваши плечи, и вы боролись за восстановление по состоянию здоровья многих ваших близких. Ну, например, все одновременно заболели какой-то там, либо ротовирусной инфекцией, не дай бог, либо просто простудным заболеванием. Всех вычухали, сами слили. Теперь вы будете бороться за восстановление сил вашего организма, приходить в себя. И если смотреть эту триаду карт с точки зрения личной жизни, будем оценивать ситуацию для тех, кто у нас свободен, то для вас по пятерке Пентакли пока ничего не меняется. Это ситуация, когда вам нужно бороться с теми ротовыми наследственными установками, которые вы впитывали с детства, для того, чтобы поменять свое сознание, свое модель поведения, только после этого у вас что-то может в личной жизни наладиться. Иначе будете встречать тех же партнеров и партнерш, назову так, с той же кармой, и будете отрабатывать на ново ту же ситуацию. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, здесь у нас падает семерка жезлов, это бороться за спокойное счастье. Это ситуация, когда вы уже хотите здесь, ну, несколько расставить точки над «и», чтобы ощущать себя спокойно и ни о чем не, ну, как, знаете, вас особо не заботило. Уже добиться какого-то результата, для себя понять, будете вы с этим человеком вместе или не будете. То есть приложить максимум к этому усилий. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, у вас падает аркан лабиринт. Поскольку это соответствие карте луна, но луна здесь есть в этой колодье, то лабиринт указывает на скрытое. То, что, допустим, партнер или партнерша от вас могли длительный период скрывать, утаивать, не договаривать. И это может привести к каким-то стычкам, проблемам. Это не касается вопросов измен. Это могут быть просто какие-то, знаете, не совсем корректные ситуации с родственниками или не совсем корректное отношение к вам в чем-либо. И вот здесь это не только как бы вытянуть все это наружу, обговорить, обсудить, потому что здесь споры и конфликты, накал страстей, чтобы оставить это в прошлом и поставить на этом точку. Если карты рассматривать с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы у нас, допустим, по ряду причин не работаете, то здесь у нас падает шестерка сосудов. Это карта, которая указывает на очищение и на обновление, но здесь за счет помощи и ротации ваших близких, вашего окружения, которые вам дадут возможность не только восстановиться, не только быть конкурентно способным и получить те навыки, те знания, которые вам позволят держаться на плаву. Шестерка сосудов – это как вопросы просвещения, очищения, получения новых знаний. Поэтому дерзайте, все у вас будет получаться. Для тех, кто у нас в статусе соискателя, королева жезлов – это обращение к женщине огненной стихии, овенлив или стрелец, за помощью, поддержкой, какой-то подмогой. И здесь по четверке мечей – это как только выжидать результат, то есть поспособствует вам человек или нет. Трудоустройство по этим картам на этой неделе я пока не вижу. Если вы наемный сотрудник, шестерка жезлов. Для кого-то это карта триумфа, победы, завершения какого-то процесса. То есть это может быть как выход на пенсию, уход в декрет, знаете, как уйти на покой. А для кого-то это просто благоприятный период, потому что вы ушли в отпуск, ушли отдыхать. Если здесь была какая-то конфликтная ситуация с руководителем, с коллегами, то здесь доказать свою правоту, подтвердить это какими-то аргументами и все, знаете, как замять этот конфликт, успокоиться, ощущать себя комфортно. Если у вас его собственный бизнес, то по аркану император стабильность, комфорт, процветание. Более того, здесь по этим арканам пока можете временно отправиться в отпуск, потому что несмотря на высокую конкуренцию, у вас здесь все под контролем. Поэтому смело можете делегировать свои полномочия третьим лицам и позволить себе несколько отдохнуть. По состоянию здоровья я уже озвучила. Здесь могут быть просто моменты восстановления, санаторно-курортного лечения, но каких-то обострений, каких-то ситуаций здесь нет. Что в негативе? Как мы видим, девятка Пентакли, сила и у нас здесь ложится король Пентакли. Карты, которые показывают о ситуации очень серьезных затрат. Сейчас хочу посмотреть, с чем они связаны у вас будут. Ну, восьмерка сосудов – это вопрос эгоцентризма, самолюбования. Это в чем-то, может быть, пустили пыль в глаза. Так в чем негатив? Это не то, чтобы идти на поводу социума, да. Я не спорю, что, допустим, вы какую-то дорогостоящую вещь покупаете для себя. В первую очередь для своей зоны комфорта. Но иногда вы ведетесь, ну, не знаю, на какие-то установки общества и можете что-то делать себе во вред. Ну, то есть, допустим, приобрели статусное авто, оно может вам и нравиться, да, но вам в нем некомфортно. Вы не чувствуете, что это, знаете, как ваша машина. Потому что дорого, солидно, оно не значит, что вам подходит. Потому что, допустим, в той же линейке вы можете найти более альтернативную какую-то марку, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. Но вы обращайте, допустим, внимание конкретно на эту модель, потому что вот она у всех пользуется спросом. Поэтому здесь это, знаете, как траты, как дань своему эгоцентризму, неважно на что. Или по принципу, не знаю, там купили последний iPhone, хотя там есть финансовые сложности. Но да, это не только желание побаловать себя, но здесь вот повторюсь, как вопрос впустить пыль в глаза. Еще в негативе. Старайтесь в рамках этого периода не занимать никому финансов. Потому что, к сожалению, будете эти ресурсы потом возвращать силой. И вас еще в этом потом будут упрекать их, какой вы нехороший человек. Если смотреть рекомендации на неделю, вам падает очень хорошая карта в плане совета. Восьмерка жезлов. Она указывает на ситуацию проведения, как дар Божий. То есть это что-то видеть незримо, негласно. То есть ощущать, знаете, как я говорю, интуитивно, когда вам идет информация, вещи сны, знаки, или вы просто видите людей насквозь, или вы видите подноготную ситуацию, да, и вам ничего нужно там, не нужно собирать факты, аргументы. Потому что, знаете, это как ощущать кожей. Вот в течение этой недели постарайтесь опираться на вашу интуицию, на те ощущения, которые вы испытываете. Потому что действительно вы сможете избежать очень каких-то серьезных потерь или для вас каких-то неприятных или опасных ситуаций. То есть доверяйте себе, доверяйте своему внутреннему проведению. Посмотрим с вами на неожиданность периода. Какова здесь ситуация, на что вам нужно обратить внимание. Так, луна, кольцо, дерево. Ну, на самом деле карты у вас здесь шикарные. Объясню почему. Даже дно колоды сейчас вам покажу. Якорь, видите? Карты, которые говорят об укреплении взаимоотношений. Во-первых, для кого-то это строить семью, потому что луна, кольцо, это ведь семейный очаг. Причем, видите, отношения, которые будут иметь глубокие корни и надолго. То есть для кого-то это вопросы помолвки, получить предложение руки и сердца, для кого-то уже закрепить свои отношения узами брака или наоборот обвенчаться. Или если были какие-то ссоры, склоки, не обязательно со второй половины, но с вашим окружением, с родственниками. Так как тактично убрать эту ситуацию. Ну, а еще, помимо всего прочего, это как заключение длительных контрактов, связанных с работой или обучением. То есть люди, с которыми вы будете взаимодействовать длительный период. И действительно это сотрудничество будет плодотворным, будет стабильным, длительным и комфортным для вас. Исключение, повторюсь, это какие-то новые инвестиционные пакеты, где от вас сразу требуют каких-то крупных вложений, не дают, знаете, временно подумать, и, знаете, торопят. Вот спешка на этой неделе неуместна. То есть если в рамках этого периода вам поступает какое-то предложение, во что-то вложиться финансово, возьмите паузу на размышления, накопайте массу информации, взвесьте за и против. И если действительно предложение толковое, на следующей неделе подписывайте какие-то договора, либо уже финансово вкладывайтесь в то, что считаете нужным. А на этой неделе этого делать не спешите. Ну а в остальном, видите, здесь прекрасные карты. Более того, луна, кольцо, дерево, это, возможно, еще приобретение каких-либо ювелирных украшений, которые могут переходить по роду, то есть, знаете, как из поколения в поколение. То есть вот в этом случае это не только как бы пыль в глаза опустить по этим арканам, это такие очень значительные траты. Но, знаете, как и себя порадовать, и энергией в нос утереть. Еще, кстати, вот по этим картам, это как может быть очень какой-то дорогой подарок на свадьбу, где вы хотите, как бы, чтобы это и осталось в семье, вы понимаете, что это будет передаваться по роду. Но и, так сказать, окружающим дать понять, кто здесь, знаете, как я говорю, больше всего вложился. Ну вот так у вас идет по картам. Вот такая неделя, вот такой период. Пусть информация вам будет во благо. Ну и, конечно же, мы для этого закроем вам все это дело соответствующими арканами. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите мне, как для вас отыгрался данный расклад, данная информация. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Вас благодарю за внимание и до новых встреч!